Всем привет! Сегодня специально для Федерации практической стрельбы России я встретился с Антоном Фетчиным, представителем компании Custom Guns. Антон, привет! Да, здорова! Для того, чтобы расспросить, как подготовить карабин Сайга 9, калибр 9х19 для соревнований по практической стрельбе из карабина пистолетного калибра, в простонародье ПЦЦ. Пи-си-си. Пи-си-си. Антон, скажи, пожалуйста, вот эта новая достаточно категория карабин пистолетного калибра, она сейчас набирает популярность и в России российский производитель, концерн Калашникова, производит, соответственно, уже почти готовые для этого винтовку, правильно? Ну, не совсем. Давайте поэтому расскажу об особенностях самого класса, чтобы понять, как и к чему готовить сам карабин. То есть, первое, в соревнованиях по Пи-си-си дистанции достаточно ближние, то есть это на самом деле от метров максимум 15-20, где находится там 90 с лишним процентов мишеней, очень редко выпадаются мишени на 50 и крайне редко мишени выпадаются на 100 метров. То есть, значит что? Что мы должны стрелять близко, то есть нам оптика не нужна, мы используем коллиматор. Дальше, так как из карабина попадать на этих дистанциях достаточно просто, то здесь важна не точность попадания, например, как в пистолете, а важна именно скорость, с которой вы все выполняете, и минимальное количество ошибок и любых взбиваний в рамках выполнения геймплана, то что любая задержка, даже буквально полсекунды, может вас отбросить очень сильно назад. Дальше, здесь у нас есть пистолетный патрон используется, который фактически не обладает отдачей, то есть у него есть только небольшие уводы, то есть мы здесь не боремся с отдачей, мы боремся с уводами, которые вызваны именно колебаниями оружия, вызваны как и самим патроном, так и колебаниями автоматики. И еще самое важное, что мы стреляем в стесненных условиях, нам надо очень быстро маневрировать, постоянно, значит нам не нужно делать оружие тяжелым, нам не нужно делать оружие большим, нам нужно делать максимально компактное и легкое решение. И управляемое. Вот собственно говоря те условия, которые мы имеем, мы стреляем близко, быстро, важно очень быстро, с минимальным количеством ошибок, и при этом мы должны быстро маневрировать в рамках декораций. Вот те условия, когда мы сейчас будем описывать, как подготовить этому корабель. Ну, многие сейчас выбирают Сайга-9, потому что это самое доступное оружие, ну, именно для этого класса. Другого, в принципе, конкурентов у них либо это какие-то иностранные производители, либо гораздо дороже. Вообще она подходит для соревнований? Можно с ней бороться за медаль? Ну, скажем так, мое личное мнение, что оружие очень хорошо подходит для начинающих стрелков. При правильной подготовке оно очень надежное, то есть оно не вызывает никаких проблем, не требует совсем тонких каких-то настроек. Оно, единственное, дешево, это тоже достоинство, потому что вы можете начать тренироваться, вложив минимальные суммы, дальше понять, вам это нравится, не нравится. И при правильной подготовке оружия вы можете смело конкурировать на уровне чемпионата России, ну, не знаю, там в десятку точно можно попасть и с этим оружием правильно подготовлено. Так что я считаю, что для начинающего стрелка, именно с точки зрения PCC в Сайга-9 это очень хорошее решение. С Саркой ее можно сравнить? Давайте так, как бы, как и любое техническое решение, оно имеет смысл его улучшать только в том случае, если человек, который его использует, начинает стрелять лучше этого оружия. Первый год-два вы явно будете стрелять хуже, чем может позволить этот карабин. Поэтому смысла вначале начинать именно с арки нет. Глобального какого-то преимущества оно все равно не принесет, не принесет, потому что вы не сможете использовать там дополнительные преимущества арки. Ну, то есть, если уже становится вопрос, там, бороться за медали на серьезных чемпионатах, выше даже, чем чемпионат России, тогда уже можно говорить о том, что спортсмен готов вот к ар-образной платформе. Ну, скажем так, готов это может с самого начала, но есть ли смысл туда вкладывать деньги? Вот и в этом вопрос. И плюс у Сайги-9, в отличие от аэроплатформ, по 9-мм патрону, есть одно преимущество, что у нас в стране есть много специалистов, которые знают, как работать с этим оружием, как его подготовить, как решать проблемы, которые с ним возникают. Даже, скажем так, полную разборку Сайги-9 сделает любой человек. Полную разборку арки, ну, скажем так, это сложное решение. Ну, полная разборка калаша, это в крови у русского человека. Да. Антон, ты сказал, что в нашей стране достаточно специалистов, которые знают, понимают и умеют решать проблемы, которые могут возникнуть с Сака-платформой. Какие проблемы могут возникнуть именно с Сайгой-9? Давайте так расскажу из того, что приходилось решать нам при подготовке оружия. Первое. Иногда бывает криво нарезана резьба на стволе. Само по себе это ничего страшного, но при установке точно сделанных компенсаторов и дульных тормозов может возникать ситуация, когда пуля задевает за выходное отверстие дульного тормоза. Решается очень просто. Просто немножко рассверливается отверстие в дульном тормозе. Это незначительно снижает эффективность самого дульного тормоза, но зато решает проблему с точностью попадания. Дальше. При установке цевей вывешенных приходится менять шпильку, которая фиксирует ствол в ствольной коробке. Иногда она стоит просто, ну скажем так, немного под углом, потому что требований по точности к ней не выдвигалось. Ну, приходится с этим немного бороться. Дальше. Самая известная проблема с Сайги – это проблема с тем, что начинает выламывать направляющие в ствольной коробке. Связанная с тем, что затвор, из-за того, что у него масса расположена выше оси, у него вот такие колебания происходят. Эта проблема решается как первая. Либо история с дополнительной клепкой, которая фиксирует затвор. Мне это решение нравится меньше, потому что происходит нагрузка на крышку ствольной коробки. Ну, кстати, вот здесь тоже она подварена. То есть она может трескать здесь, дальше это удары по коллиматору. Но, в принципе, это тоже решение рабочее. Или же на рынке есть ряд цевей, которые как бы фиксируют затвор за переднюю часть, не давая ему колебаться. Тоже позволяет решать достаточно как бы стабильно эту проблему. Вот. И периодически, конечно, это штатные УСМ, которые работают, ну, иногда, скажем так, не очень удачно. Но это тоже решается легко регулировкой в мастерской. Фактически в любой мастерской вам смогут регулировать УСМ для АК-платворда. Это совершенно не проблема. Антон, если мы говорим об оружейном тюнинге, мы вмешиваемся, ну, в заводскую какую-то историю, насколько это законно? Там, не будет ли у человека, который тюнинговал свою винтовку, проблем потом вот с разрешительными органами? Не, если делать все изменения в соответствии с законом об оружии, то проблем быть не должно. Конечно, бывают разные КВРО, но в целом нет. Давайте посмотрим, какие вещи делать нельзя и какие вещи надо учитывать при подготовке. Первое. Самое важное. Сайга – это оружие со складным прикладом. Соответственно, как бы после всех изменений, которые вы внесли, когда меняли приклад, когда там настраивали УСМ, должно обязательно сохраниться блокировка ударно-спускового механизма при сложном прикладе. То есть, просто проверяется, складываете приклад, и он не должен нажиматься. То есть, на это можно очень легко в такую проверку попасть, например, при ядре перевозки оружия. Второе. Длина оружия должна быть не менее 800 мм по закону. Вот здесь есть тонкость в том, как измеряют эту длину. То есть, некоторые просто вот так вот берут конфигурацию. Например, вот возьмем моё подготовленное оружие. Берут оружие, померили вот так, 800 – всё нормально. Но в законе прописано, что длину измеряют со всеми снятыми частями, которые снимаются без использования специальных инструментов. То есть, это снимается дульный тормоз. Если у вас установлен регулируемый приклад, снимается приклад, потому что снимается легко, меряется. В итоге от трубы, конца трубы приклада до дульного среза. Соответственно, если у вас установлена обычная труба приклада, так называемый стандарт карбайн, длину, то вы получаете меньше 800 мм. Поэтому для САГИ-9 нужно использовать удлинённые приклады, трубы приклады. И дальше надо помнить, что забывают часто, что здесь вся вот эта конструкция представляет из себя затвор. То есть, на обычном колаше затвор – это маленькая такая деталька, которая вставляется в затворную раму. При этом затворная рама не является основной частью оружия. То есть, вы можете сделать с ней, в принципе, всё, что угодно. Это касается в основном левых рукояток, облегчений и прочего. Здесь же всё – это затвор, и у него ничего нельзя делать в несертифицированных мастерских без направления от ЛРО. Это надо чётко учитывать. Ну и когда мы затрагивали как раз вопрос резьбы на стволе, здесь тоже ствол нельзя трогать. Ику резьбу нельзя перенарезать самостоятельно без разрешения в несертифицированных мастерских. В принципе, все остальные переделки, да, как бы они вполне законны. Ну, с законодательством всё более-менее понятно. И тем не менее, это оружие, соответственно, это такая некая повышенная опасность. О чём всё равно человек, каждый должен помнить владелец оружия, который меняет его или просто очень им часто пользуется. Давайте, да, расскажу, потому что действительно здесь есть отдельные аспекты, которые надо обязательно учитывать. Первое. В Сайга девятка у неё есть очень хороший элемент, который, кстати, нет на аэр-платформе. У неё есть так называемый автоспуск. То есть суть какая, что пока затвор полностью не закроется, да, как бы выстрела не произойдёт. То есть курок, он зафиксирован. Это позволяет избежать при любых условиях, да, преждевременного выстрела, который вызывает разрыв патрона. И тут фактически взрыв рядом с лицом. Так вот, потому что есть некоторое мнение, что его надо снимать. Ни в коем случае не снимаете автоспуск, он ни на что не влияет, но существенно увеличивает вашу безопасность в случае ряда проблем. Второе. Это работа предохранителя. Потому что когда настраивается УСМ, когда устанавливается, например, регулируемый УСМ, часто забывают, проверивая, что он должен обязательно работать. Ну, я думаю, в погоне за лёгкостью его хода тоже могут иногда забыть об этом. Да, кстати, есть тоже отдельная история, особенно для начинающих стрелков. Надо понимать, что есть так называемый бомфар. То есть ситуация какая, что если у вас ещё не работает хорошо палец, да, то есть не расслаблен и не отходит обратно, то вы можете зажаться, и оружие под своим колебанием будет само натыкаться на палец, и вы будете стрелять очередями. Во-первых, это неконтролируемая стрельба, то есть куда она полетит, непонятно. Второе, это для вас просто, как для спортсмена, чревато снятием оружия соревнований. Вот. И последнее, что я хотел сказать, это и незаконно, но почему-то некоторые как бы очень будут по этому пути, это облегчение затвора. Вот, скажем так, не трогайте затвор. Это, а, незаконно, б, если вы чётко не понимаете, какая масса затвора должна быть, это для вас может быть чревато преждевременным выстрелом, опять же. Поэтому не надо его трогать или снижением ресурса ствольной коробки. Поэтому лучше затвор сайди в девятки не трогать. Антон, ты стреляешь в PCC уже три года. Я думаю, что прошёл ты путь ошибок, проб, выкинутых деталей, оставленных их дома и так далее. Расскажи, пожалуйста, как сделать вот этот путь от стоковой девятки из коробки до подготовленной именно к соревнованиям и тренировкам наиболее эффективно и наименее финансово затратно? Ну, кроме того, что я сам его уже стреляю очень давно и, скажем так, проверил вообще все возможные варианты конфигурации, которые можно использовать на сайди девятки, у нас ещё есть большой опыт в плане подготовки оружия и для начинающих спортсменов, и так уже для более опытных. То есть разница между начинающими и опытными именно в тюнинге тоже есть? Не, безусловно. Во-первых, путь проб и ошибок, который ты перечислил, его не удастся избежать. К сожалению, друзья. Да, то есть, понятно, есть первые шаги, которые стопроцентно понятные, дальше же будут различные решения, которые там удобны для конкретного, например, спортсмена. Вот я там под себя настраивал приклад вот так, так, а другой человек, для него будет, скажем так, более удобно другое решение. То есть определенные какие-то эксперименты вам всё равно придётся провести, и вы поймёте, как удобнее вам. Но первые шаги, не, на самом деле, достаточно стандартные. Ну, тогда про первые шаги расскажи. Есть общие концепции подготовки сайги. Как я говорил, у нас важна именно стабильность стрельбы, стабильность оружия и поведения. Плюс мы должны быстро им маневрировать. Одна из концепций, которые сейчас присутствуют, это утяжеление сайги по максимуму. То есть устанавливают утяжелители на ствол, устанавливают утяжелители приклад, чтобы установить как-то баланс. Я считаю, этот путь, скажем так, достаточно тупиковый, потому что он позволяет решить узкую, специфическую задачу стрелять пары быстро в мишень, когда вы стоите на месте в устойчивом положении. Но в реальности вы будете стрелять в неустойчивом положении на ходу, и тяжёлое оружие будет мешать вам в этом случае, будет мешать переносам, и вы будете больше проигрывать в целом на упражнении. Поэтому отдельные утяжеления возможны для конкретного стрелка, когда он понимает, что для него это с точки зрения его физических особенностей хорошо. Но в целом утяжеление, я считаю, что это суть достаточно тупиковый. Давайте я тебе расскажу по порядку. Итак, первое. В PCC присутствует на данный момент только открытый класс. Поэтому первый же тюнинг, который позволит вам существенно увеличить вашу скорость, это установка коллиматорного прицела. Почему он увеличивает скорость? Потому что он позволяет совмещать вам не три точки, то есть это мишень, целик, мушка, а всего две – это метка на прицеле и мишень. При этом вам не надо играть с фокусировкой глаз, как бы на мушку, на мишень, на мушку, на мишень. То есть вы себе упрощаете очень существенно жизнь при этом. Что можно сказать по поводу коллиматорных прицелов для САГИ-9? Здесь подойдут любые, в принципе, коллиматорные прицелы от достаточно известных производителей. Почему? Потому что, ну, скажем так, менее известные производители, они делают менее надежные решения. А на САГИ-9, в связи с тем, что у нас есть колебания свободного затвора, и удар его вперед и назад достаточно существенный, то есть это 600-граммовая болванка со скоростью там 4, 5, 6 метров в секунду, которая болтается внутри, вызывает довольно сильные вибрации. Соответственно, коллиматор должен с этим жить и бороться. То есть это необычная отдача, это даже тяжелее, чем от 12-го калибра. Второе – это нужно использовать метку, в первую очередь, небольшую точку. Это 2-3 МОА. Круги, точки больше могут создавать проблемы, потому что нам все-таки иногда нужно стрелять и на большие дистанции, в частности, по тарелкам метров на 50 или мишени метров на 100, и маркам вы просто и выкрывать, и вы их не будете видеть при этом. Я предпочитаю коллиматорные прицелы, которые обладают максимально большим окном. Вот у меня, на самом деле, на всем оружии стоит колосан 110-го. Я считаю, оно, наверное, самое оптимальное решение, но существенной разницы именно размер окошка вам, наверное, не принесет. Плюс, почему мне нравится, что не стоит бороться за то, чтобы прицел был максимально низко к ствольной коробке. Почему? Потому что в случае вкладки, да, это позволяет вам держать голову достаточно ровно, то есть не быть зажатым, что позволяет вам быть максимально быстрым. По поводу места установки коллиматора. Стандартная история, которая есть предусмотрена, это на крышке ствольной коробки. В принципе, решение достаточно нормальное. Почему? Потому что мы не стреляем на большие дистанции, да и Сайгу-9 не надо постоянно чистить. Скажем, сейчас, честно, почистить раз в несколько тысяч выстрелов, для нее абсолютно нормально. Но у этого решения есть и недостатки. Первый недостаток, что действительно открыл-закрыл там ствольную коробку, крышку ствольной коробки, СТП может немного уехать. Второе, что крышка ствольной коробки вибрирует при выстреле, и эти ударные нагрузки больше передаются на коллиматоры. На некоторых целях есть возможность устанавливать коллиматоры на стабильной площадке, которая не уходит при сборке и разборке оружия. Это может быть здесь, это может быть там впереди. Это решение вполне себя оправдывает. Отдельно хочу рассказать про второй коллиматор. Я считаю, что начинающим стрелкам, скорее всего, не очень нужен. Используется второй коллиматор как оптимизация стрельбы при вывешивании влево. То есть это такая специфическая ситуация, которая позволяет выиграть небольшие доли на каких-то матчах. Но это требует дополнительного навыка, дополнительной тренировки, как бы и плюс утяжеляет оружие. Поэтому, наверное, начинающим стрелкам я бы не рекомендовал стартовать с боковым коллиматором. Это будут лишние деньги и вес на вашем оружии. Плюс вам будет необходимо тренировать специфические навыки, тратить на это время. И при этом вы будете убирать одиннадцатых навыков, связанных с перекладкой оружия в левое плечо. Следующее изменение, которое можно сделать с айгой после установки коллиматора, и следующее по важности, это изменение приклада. Хотя, кстати, только с одним коллиматором некоторые ребята употребляют даже выигрывать и клубные матчи. То есть, в принципе, для старта уже достаточно установить коллиматор и начать тренироваться. Но этот приклад все равно не будет обеспечивать вам стабильной, четкой вкладки для коллиматора. Поэтому, в принципе, можно начать с доработки даже рамочного приклада минимальное решение. То есть, например, на рынке есть затыльники, которые позволяют отрегулировать длину этого приклада, и щеки пластиковые, которые позволяют сделать упор для щеки на нужном уровне, чтобы спокойно вкладывался коллиматор. Решение бюджетное, но при этом, можно сказать так, не самое удобное. Поэтому, если есть возможность, лучше сразу перейти к прикулируемому прикладу. Решение состоит из следующих вещей. Первое. Это адаптер. Приклады складываем. Помним, что в результате должен все равно работать фиксатор-предохранитель. Фиксатор УСМО для стрельбы со сложенным прикладом. Труба приклада. Причем, помним, что труба бывает у стандарта милитария и коммерческого успеха. Соответственно, вы, если вы выбираете под нее приклад, вы должны подобрать приклад соответствующего стандарта. Опять же, есть решение, которое позволяет их устанавливать без люфта и на милитарии, на коммерческого успеха. И приклады, которые одеваются на эту трубу. Некоторые решения, например, вмещают себя в адаптер с трубой. Он уменьшает вашу и порой при установке всего этого решения, минимизирует ли возможные люфты и прочее. Что важно, что вам обеспечивается единообразная вкладка. В принципе, коллиматор и правильно подобранный для вас приклад позволяют вам уже до 100, на самом деле, комфортно стрелять на крупных матчах и тренироваться. Также при установке адаптера приклада надо помнить, что есть следующее решение. Есть решение с полным и неполным сложением приклада. Тут надо решать вам, имеет ли смысл для вас полное сложение. Потому что если вы не носите это в коротком кейсе, то смысла нет. Второе, это надо помнить, что так как каждая САЙГА помнит теплорук мастера, который я собирал, то есть это индивидуальный продукт, они немножко плавают по размерам. Адаптеры делаются, на самом деле, с запасом, чтобы обеспечить отсутствие люфта при любом разбросе размеров. Поэтому в некоторых ситуациях, если вам, не знаю, повезло или не повезло, адаптер нужно подпиливать, потому что в противном случае он бы вас люфтил. Следующим этапом, который может существенно изменить ваш комфорт от обращения и удобства обращения с оружием, это подготовка предохранителя. Потому что штатный предохранитель, скажем так, не очень удобен для того, чтобы быстро снимать при вскидке. Это решается следующим образом. Или используется решение, у которого есть подобный флажок под указательный палец. Или же можно в домашних условиях просто сюда устанавливается такой торчащий винтик, в котором тоже просто пальцем сбрасывается. Домашнее решение, которое вы можете, на самом деле, сделать сами совершенно спокойно, но работает, на самом деле, не менее эффективно. Еще из интересных моментов, которые можно сделать с предохранителем, вот у меня здесь не сделано, но сейчас объясню, покажу. Это в нем делается вот здесь вот выпил, чтобы рукоятка затвора в нем фиксировалась для старта с третьего положения. То есть вы перед стартом ставите на предохранитель, затвор остается в заднем положении. И по сигналу таймера вы вставляете в магазин, снимаете с предохранителя, патрон дослом, вы можете сразу же стрелять. Такой маленький чит, который чуть-чуть упрощает жизнь на матче. Итак, следующий этап, после того, как мы сделали коллиматор, приклад и разобрались с предохранителем, это работа с компенсатором. Как мы говорили, дульный тормоз здесь не нужен, потому что отдача очень слабая. Нам нужно компенсировать увод. В принципе, увод можно скомпенсировать, сильно зажимая оружие, как, например, делают в ружье. Но, если вы сильно зажаты, вы не можете быстро перемещать оружие, быстро входить в позицию, потому что вам нужно еще время на то, чтобы его зажать. Поэтому нам нужно решение, которое позволит карабину возвращаться после каждого выстрела обратно на линию прицеливания. Но мы при этом были бы расслаблены. Это решают компенсаторы. На рынке есть сейчас два типа компенсаторов. Первый – это типа ДТК или ИНА. Который фактически является небольшим утяжелением на конце ствола, которое само по себе позволяет убрать часть колебаний. Плюс оно выступает просто компенсатором, который часть газов отправляет в сторону, в которую вводит ствол. То есть при настройке угла компенсатора вы что делаете? Вы встаете, делаете выстрелы в мишень парами, смотрите, куда отрывает второй выстрел. И направляете в эту сторону струю газов из компенсатора. Это будет правильный угол установки. В идеале, ваше оружие должно стоять достаточно ровно при достаточно расслабленной стойке, когда вы ее не зажимаете. Также, кроме ДТК или ИНА, которые обеспечивают определенное утяжеление, есть много легких компенсаторов, которые упрощают переносы, но чуть больше колеблется оружие. Соответственно, вам, скорее всего, придется попробовать разные варианты для себя. То есть вот тот, которым говорил Роман, все-таки вам не виноват. Понять, какой вариант вам лучше. Посмотреть переносы, как у вас происходит, посмотреть, как у вас происходит слева в движении, как вы стреляете из неустойчивого положения, подобрать для себя оптимальный вариант. Итак, мы сделали уже предварительно основные этапы. Мы поставили коллиматор, подобрали для себя приклад, сделали подохранитель, разобрались с ДТК, чтобы оружие настояло. Теперь уже можно подумать и о цевье. Цевья глобально нужны для того, чтобы нам обеспечить, во-первых, более удобный хват. Потому что кому-то нужно цевье потолще, кому-то нужно цевье потоньше, кто-то перехватывает чуть подальше. Даже, например, в случае неудобных положений нам может требоваться, вот, на моем увешивании, схватиться дальше. То есть штатное цевье это все не позволяет сделать. Поэтому все равно со временем приходишь к тому, что цевье нужно поменять. Также некоторые цевья позволяют решить проблему с тем, что ломаются направляющие в ствольной коробке УСАЕГИ. Это вот, например, данное цевье, то есть оно стабилизирует его за переднюю часть затвора. Гнаться именно за вывешенность цевья, ну, наверное, смысла нет, потому что все-таки мы стреляем на ближних дистанциях. Мои лично критерии для выбора цевья были, первое, это обеспечение удобного хвата, то есть я не люблю особо толстые цевья. Второе, мне нужно, чтобы цевье было комфортно для работы без перчаток в любую погоду, например, зимой в мороз. Потому что мне не нравится стоять перчатки, я люблю, когда я очень хорошо чувствую оружие. Соответственно, цевья бывают круглого сечения, бывают каплевидные формы. Мне, например, больше нравится каплевидный, потому что позволяет удобнее схватиться за нее именно мои руки. Вам, соответственно, лучше попробовать посмотреть у друзей, например, коллег по стрельбищу, понять, какой больше подходит именно вам. Стремиться, например, за большим количеством молоков для того, чтобы устанавливать разные пикатиньи и планки, на самом деле смысла нет, потому что в спорте ничего сюда устанавливать не приходится. Ни сошек, ни фонарей, ни камер, все это очень лишнее. Итак, все, что мы уже установили перед этим, вам позволит совершенно полноценно тренироваться и участвовать в небольших матчах. То есть это каллиматор, приклад, ДТК, цевье. Дальше начинаются уже вещи, которые подстраивают более тонкое оружие под потребности стрелка. Следующий этап – это набор подготовки для перезарядки. В PCC приходится перезаряжаться достаточно редко. То есть если вы стреляете пистолетный оружейный матч, вы, скорее всего, вообще за соревнования ни разу не перезарядитесь. Если вы стреляете именно в PCC-шный матч, то там по требованию, да, есть упражнения, как я помню, на 40 выстрелов, то есть перезарядка потребуется. Ну, плюс есть иногда старт с третьего положения. Для этого мы ставим следующий комплекс. Первый – это различные рычаги сброса магазина. Тут есть различные решения, вот подобные этому. И расширитель шахты магазина, который позволяет вам, да, не глядя туда, быстро закидывать магазин. В принципе, все решения, связанные с рычагами сброса и расширителем магазина, плюс-минус одинаковые. Единственное, что вы должны проверить, это чтобы при стрельбе с левого плеча вам было удобно располагать кисти и вашей шахты в рычаг. Дальше про такие мелкие уже удобства. Это смена рукоятки. Для PCC актуально, вот по моему мнению, рукоятки, связанные с пяткой. Почему? Потому что у нас многие перемещения, вы когда двигаетесь, вы вынуждены выдерживать оружие одной рукой. И рукоятка, которая грамотно расположена пяткой, то есть упирается вот в эту сторону, вот в эту часть ладони, да, позволяет вам проще и легче удерживать оружие. Мелочь? Ну, приятно. Дальше отдельная история, это левая рукоятка взвода. Это, скажем так, вещь необязательная, но приятная, когда ты не привыкаешь, с ней становится жить гораздо проще. Здесь есть концептуально два решения, как я говорил. Первое, это устанавливать, как, например, делается в ружьях или карабинах полноценных, здесь, с левой стороны ствольной коробки. Но для этого требуется, как я говорил, изменение в затворе. Это основная часть, которая только разрешение и только сертифицированная мастерская. Ну, и плюс есть еще вторая проблема с этим, что мне не нравится. При этом вы не сможете, если бы здесь торчит у вас рукоятка, вы не сможете складывать прикладку. Так как я люблю переносить, например, в компактном кейсе, мне это решение очень понравилось. На рынке есть решения, которые располагают левую рукоятку в том, что условно называется газовая трубка, но в реальности газовая трубка нет, сюда уходит часть затвора. Они неподвижны во время стрельбы, обычно фиксируются здесь магнитиком и позволяют устанавливаться без сертифицированной мастерской, потому что мы не изменяем основных частей. Вот, ну и мне еще нравится то, что можно, да, как бы, она находится здесь рядом с рукой, можно быстро исправлять задержки. Также в качестве дополнительного бонуса это стрельба с третьего положения или зарядка полностью снаряженного магазина. Как вы помните, полностью снаряженный магазин плохо вставляется в своего девятка, потому что там патроны довольно сильно подпружинены. Вот так вот этот видеозатвор поставив, вы очень спокойно его заряжаете и сразу досылаете. И я оставил напоследок вопрос, связанный с подготовкой УСМа, потому что это, наверное, самая спорная и самая сложная часть в оружии. Вначале, если вам повезло с УСМом, потому что, опять же говорю, каждый УСМ помнит теплорук того мастера, который его собирал с завода, они работают все очень по-разному в штатном оружии, которое к вам приходит. Поэтому, если вам повезло вначале с УСМом, вы можете с ним нормально стрелять, лучше его вообще не трогайте. По мере развития ваших навыков, да, стрельбы, вы вот дальше поймете, что с ним надо. Скорее всего, вы в итоге все равно поставите регулируемый УСМ. Но почему я не рекомендую сразу же вначале заморачиваться в установку регулируемого УСМ? Потому что это достаточно сложный инженерный узел. У вас должна быть уже наработана, скажем так, практика и умение работы с такими вещами. Потому что вы должны четко знать, какие настройки там у вас есть, какие винтики надо проверить перед соревнованиями, чтобы они не раскрутились, как их правильно зафиксировать. В случае, если вы понимаете, что работа УСМа начинает меняться, например, на матче четко понимает, что там надо подрегулировать. В противном случае вы не сможете результативно выступать на соревнованиях. Вот. Также я вот вначале говорил, что очень тонкая настройка УСМа, за которой все гонятся, может на матче с вами сыграть злую шутку. Вы можете случайно спулеметить, да, как бы, и ваше оружие будет снято с матча. И вам надо будет бегать, искать карабин, в общем, всячески портить себе нервы. Поэтому, наверное, оптимальный вариант вначале, да, как бы, если вы понимаете, все-таки вас УСМ не устраивает, пойти к какому-нибудь оружейному мастеру, чтобы он сделал достаточно простые вещи. ограничил ход, а мы чуть-чуть его подполировали. И уже потом, когда вы уже получите достаточный опыт, уже заморачиваться с регулируемой УСМ. И продолжая историю со спорными темами, это изменение возвратного механизма. То есть это возвратные, ну, так сказать, неродные возвратные пружины, буферные системы. Здесь на рынке сейчас-то и стали появляться какие-то первые решения, которые достаточно эффективно работают. Здесь надо, на самом деле, попробовать именно для вас, что будет работать. Потому что на разных карабинах, ну, то есть карабин в ССС-Айга-9, но в разных его экземплярах оно дает очень разные решения у разных стрелков. Ну и напоследок, в очень важном элементе оружия это магазин. Потому что от него зависит функционирование всего оружия. По правилам мы можем иметь магазины в PCC до 32 патронов. Соответственно, иметь меньше, чем 32, наверное, смысла не имеет. Второе. Так как мы можем дослать еще один ствол, нам лучше сделать магазин на 33 патрона. Ну, для того, чтобы не мучиться отдельно с дозаряжанием еще патронов ствола. Дальше. Я уже говорил, что полный магазин очень тяжело вставляется в ССС-Айгу-9. Поэтому для того, чтобы можно было быстро их и удобно перезаряжать, нужно сделать, чтобы магазин вмещал 35-36 патронов. Тогда будет необходимый запас хода, чтобы магазин можно было легко вставить. Эта проблема решается как? То есть берутся магазины от сторонних производителей. У них подрезаются ограничители и подаватели. И устанавливается удлинитель магазина. Это именно удлинитель, на самом деле, а не утяжелитель. Утяжелители магазинов на ССС-Айге-9 не имеют смысла. Почему? Потому что магазин изогнут. Вот, спросавте, вы держите, удлинитель тащит вот направление вектор вниз. И в реальности утяжелитель, если вы сделаете латун, он будет магазин заклинивать в шахте. Он будет мешать. То есть вам придется вот так вот оружие наклонять, чтобы оно вываливалось. Поэтому за удлинителями в ССС-Айге-9 не гонитесь. Да, и он тут не нужен, потому что, так как они подпружинены достаточно сильно, когда у вас магазин не пустой, он же сам быстро и легко выскользит. Ну, а перезаряжаться на пустом магазине, значит, вы накосячили с геймпланом, там у вас все равно все уже будет плохо. Так что не думайте о том, что утяжелитель для вас именно обязательная вещь. Антон, слушай, ты очень интересно, очень подробно рассказал. Мне, честно говоря, уже не терпится самому попробовать пострелять. Слушай, я тебя очень понимаю. Я всегда, на самом деле, скатываюсь на ССС-Айге-9, потому что она при правильной подготовке, она очень удобно вкладывается. И очень приятный развесок. Ну, я так понимаю, скорость, все же ее любят за скорость. Да. Ну, и, наверное, такой, как сказать, последний вопрос, но для многих он по значению первый. Как дорого будет стоить обвесить ССС-Айгу? Как тебе так вот кажется? Первое правило, что ССС-Айга стоит в районе 40 тысяч рублей. Ну, там плюс-минус, в зависимости от магазина, скидок, которые вы можете получить. Это вам обеспечит при правильной подготовке оружия ресурс... Ну, сейчас можно говорить, что 25-30-35 тысяч выстрелов она точно стреляет. Ствол выдерживает, на самом деле, я думаю, больше 50 совершенно легко. Потому что вот у меня после 25 тысяч там на стволе вообще никаких следов нет. И ствольная коробка тоже пока еще держится. Соответственно, вот эта часть, которую потом, когда ее ресурс закончится, вы легко сможете поменять и переставить на нее тюнинг. Это, кстати, намного дешевле, чем перестволить, например, ту же самую Айрбас. Сам тюнинг вокруг вместе с покупкой коллиматора, в зависимости от того, что вы покупаете, обойдется где-то тысяч. Ну, в максимальной комплектации, если купить все, от 60 до 100 тысяч рублей. Но это может совершенно спокойно переезжать от оружия к оружию у вас. И разбиваться по времени, по установке. Да, то есть вначале вы можете просто купить коллиматор, например, вот такой стоит в районе 30 тысяч рублей. Вот. Начать уже стрелять с ним, понять, вам нравится, не нравится. Как бы вообще, в принципе, как таковая дисциплина. Потому что это тоже, как бы, не 100-долларовая копьера, наверное, не нравится. Мне по определению всем. Специально для Федерации практической стрельбы России мы подготовили для вас подробнейший рассказ о подготовке карабина в участии в соревнованиях по практической стрельбе из карабина пистолетного калибра. Антон Фетчин, представитель компании Custom Guns. Я Носик Роман, мужская культура. Всем спасибо за внимание. Продолжение следует...